Во всем мире 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Бесчеловечные преступления, которые совершались немецкими карателями в лагерях смерти, стали самыми ужасными и жестокими на страницах истории человечества. К 1945 году насчитывалось 14 тысяч концентрационных лагерей. Через застенки фашистского ада прошли около 20 миллионов человек из 35 государств. Жертвами стали 12 миллионов человек. Из них 5 миллионов – граждане бывшего СССР. Людей содержали в нечеловеческих условиях, узников заставляли заниматься изнурительными работами, проводили медицинские эксперименты, пытали, тысячами убивали в газовых камерах, сжигали в печах. Каждый пятый невольник был ребенком. Сегодня в Славянске-на-Кубани проживает 41 малолетний узник фашистских концлагерей. 11 апреля они приходят в сквер 40-летия Победы, чтобы почтить память тех, кто не смог пережить страшные годы фашистского плена. На мемориальном комплексе в центре города среди сотен имен бойцов Красной Армии, погибших за освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, выбита лаконичная надпись «Узникам фашистских концентрационных лагерей». Под ней нет ни одной фамилии. Но это не от того, что их имена неизвестны и забыты. Просто понадобилось бы создать несколько таких мемориальных комплексов, чтобы разместить там фамилии более трех миллионов детей, побывавших в фашистском плену. Часть своего детства они провели на чужой земле, под дулами автоматов, на нарах, в бараках, за колючей проволокой. Испытали на себе в полной мере все ужасы войны – страх, голод, холод, болезни. Я из Луганской области. Поселок Горняцкий был полностью оккупирован в 1942 году. Отец на фронте, брат на фронте, сестра-медсестрой тоже на фронте. А нас осталось годичный, месячный ребенок и четыре года брату. А мне десять. Вот нас немцы эвакуировали полностью, поселок полностью, надо, передовая проходила, надо где-то немцам помещаться. Вот они нас эвакуировали в лагеря по Украине. В одном лагере пожили, не знаю сколько, по железной дороге, в тех вагонах везли, в телячь. Потом вот это в одном пережили, в другой перевезли у горлов, кстати. Там двухэтажные дома, пленные были. Пленных забрали, нас выгрузили. И так вот это пока в 1943 году по Украине еще возили. Вспоминать больно, где жили, чем кормили. Раз в сутки кашу перловую на семью. Может, у кого-то двое детей, у кого-то пятеро. А десять лет, помню, все до грамм. Все до граммы. В 1943-м самая большая радость была, когда прошли наши. Настолько радость. Я еще в жизни не переживала столько. Кинулись, обнимаем, плачем. Матеря плачет. Мы кричим, подпрыгиваем. А они в карман вытянут кусочек сахара в махорке. Дают гостинчик, другой кусочек мыла. Ну, потом год не пускали. Разрушенный поселок был. Через год вернулись. И пошло восстановление. Матеря с шести до шести на работе. А на нас действительно дети войны. Вода за километр. Хлеб за пять. Карточков формить, отоварить. Школа за два. И учились. Два года же не учились. Ну, то так и дальше, и дальше. Спасибо. Я не могу больше. Не могу вспоминать. Вспоминать действительно трудно. И, наверное, хотелось бы забыть. Но то страшное время навсегда оставило неизлечимые шрамы в душе, которые и по прошествии более чем 70 лет продолжают болеть. Когда нас обгородили, проволокой обгородили, вышка тут стояла, немец стоял. Нам, ну, никуда. Мы не купались, ничего. Просто, ну, ничего, жили так. Я же умирали каждый день поголовно умирали. Особенно старики, дети. А как давали кушать? А утром чай и вечером чай. Там кухня. Мы туда по чаю, кто повзрослений, ходили. И давали муки. Вот разболтают, она заканует. И больше ничего у нас не было. Не знаю, как гробы каюты, как глянешь там, умер там. Страшно, что было бы. Из десяти несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в живых оставался лишь один. Галине Михайловне скряги, когда фашисты разлучили ее с мамой и отправили в лагерь. Было всего 8 лет. Когда уже все стали сюда русские продвигаться, родители увезли всех в одиночку. А мы все дети остались во дворах, без родителей. Тут, конечно, нас хорошо полупили. Потому что мы страшно кричали. Что такое остаться без мамы? А потом пришли такие машины, большие от военной. Она мне показала двухэтажный дом. Посадили всех детей нас туда. Привезли нас в тюрьму. Ах, тогда нас перевезли уже в Херсон. А в Херсоне там уже мы и вшей наелись. Настолько мы там наголодались, что мне даже немецкую нижнюю рубашку одели, оборвались. А мы голые, цеми. Там все стены исписаны, кто там был. Там и русские солдаты были, и гражданские, и все. И тут по порядку стали всех, когда взрослый прибывает, отправлять эшелонию. А детей все к нам добавляют, в наш барак, и добавляют склады вот эти, что на железнодорожном вокзале. И мы там все настолько собрались. И когда уже погрузили, тронулся поезд, мы не знали, где взрослые. Их в первую очередь увозили. А когда разбомбили, она среди поля. Вот тогда уже мы увидели взрослых, которые искали, думают, может, тут наши дети. Вот там нас мама и нашла как раз. У каждого узника фашистских лагерей своя книга мужества. Надежде Николаевне Сунцовой посчастливилось избежать плена. Их колонну из детей, женщин и стариков, советские солдаты отбили у фашистов. Но постоянные бомбежки, обстрелы, смерть близких яркими картинками запечатлелись в памяти тогда трехлетней девочки. Мы жили в поселке прямо над морем, над обрывом. Десант когда высадился, и немцы зашли. А десант высаживался, снаряды летели, крыша наша была разбита, дом. А мы прятались в оккупах. А потом нас угнали в этот, погрузили на телеги с узелками и на переправу туда, в этот. И на катере переправили на ту сторону, а там нас тоже на телегах везли долго. Ну, нас русские отбили, нас дальше не увезли. Те, кто смог пережить фашистский плен, возвращались домой. Но, по большому счету, возвращаться было некуда. Все было разрушено, сожжено. Мне было где-то два годика, что я могла знать. Поэтому я помню хорошо, когда мы вернулись. Вот такие неустроенные какие-то бараки, потому что все абсолютно было разрушено. Ничего, ни одного дома. Там один дом, бывший еще купеческий, вот он так стоял, все было разрушено. Ну, я не знаю, как-то помогало государство, какие-то карточки были, я уже знаю. И мы перенесли и нищету, и холод, и голод такой, что ели выжили. Но я хочу сказать, что не все выжили, конечно, в тех условиях. Много погибло. 11 апреля – День памяти и скорби по всем тем, кто был замучен в фашистских концлагерях, кто смог, несмотря ни на что, выжить и вернуться на родину. Именно они, живые свидетели фашистских зверств, могут рассказать настоящую, страшную правду о Великой Отечественной войне, историю победы советского народа, которую в последнее время стараются переписать. И наша задача – хранить их воспоминания и не допустить повторения тех страшных событий. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».